МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Деньги, как следует из материалов дела, Ильин получил от коммерсанта за создание условий для государственного субсидирования и возмещение затрат, связанных с модернизацией предприятия. Центральный район судов по Субъемеха продолжается рассмотрение уголовных дел о подвинении Ильина Анатольевича в совершении преступления 8 пункта В, часть 5, статьи 1090, уголовного конца Российской Федерации. Мера пресечения чиновнику менялась. Первоначально судом Ильин был заключен под стражу. Сейчас находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Процесс проходит под председательством федерального судьи Алексея Михайлова. По нашим данным, уже в начале Нового года Ильин выслушает вердикт суда. 12 декабря на улице Софии Перовской под колеса автомобиля попал 8-летний ребенок и его мама. По данным ГИБДД, они переходили дорогу у Суворовского училища на запрещающий сигнал светофора. В это время на свой зеленый сигнал поворачивал автомобиль Шкода. За рулем автомобиля находилась женщина. Иномарка врезалась в пешеходов, а затем выехала на тротуар. Люди на остановке успели отпрыгнуть. Пострадавшие живы. Врачи диагностировали у них неопасные для жизни травмы. Вечер 16 декабря на улицу Шишкова вызваны пожарные. К их приезду открытым огнем горел двухэтажный бревенчатый дом. По нашим данным, строение бесхозное. Совсем рядом с ним дома и коттеджи. В непосредственной близости здание церкви. Место пожара отцеплено экипажем. На месте дежурит карета скорой помощи. Пострадавших в огне нет. Как неизвестно пока и причина возгорания. По словам огнеборцев, натушение огня по этому адресу Шишкова, дом 6. Они приезжают не в первый раз. Второй раз говорят горит, да? Да. То ли вчера говорили, горели. Недавно? Да, да, да. Совсем недавно. Не исключено, что причиной могло стать пресловутое, неосторожное обращение с огнем. Но, возможно, это был поджог. Земля мне не строгает. Вообще-то да. 32-й, 32-й, 5-й. На тушение огня работали сотрудники и автоцистерна пожарно-спасательной части номер 3. Две автоцистерны специализированные ПСЧ. Автолестница ПСЧ-4. Служба пожаротушения. Выезжали специалисты электросетей и водоканала. Работу пожарных освещал праздничный салют в честь освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. По данным МЧС, в здании не было электричества и отопления. В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади в 150 квадратных метров. Межэтажное перекрытие. Повреждена внутренняя отделка первого и второго этажей. И еще. Особенность этого здания – деревянные перекрытия с пустотами. На первоначальном этапе было недостаточное давление в ближайшем от места пожара гидранте. Пришлось оперативно переподключаться на соседний. Благодаря профессиональным действиям личного состава и знанию района выезда, удалось в максимально кратчайшие сроки, учитывая особенности старого здания, ликвидировать пожар. Субтитры создавал DimaTorzok